так продолжаем разговор про эластик и сейчас мы затронем такую тему как аналайзера 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 то есть мы уже знаем что это свойство которое мы задаем при маппинге которая позволяет нам и искать документы эффективным способом чтобы немного разобраться каким образом это работает вот собственно вернее рассказать хочу именно об этом в этом видео каким образом поиск у нас дело обстоит смотрите для начала что из себя по сути дела представляет любой аналайзер любой аналайзер состоит из трех частей так интересно тут написано или нет так ладно так скажу мммм найзер аналайзер а мммм ой мне нужен эластик в общем он состоит из трех важных частей это character filter, который по сути дело берет ваш сырой документ сырое поле и трансформирует его в текст, то есть допустим у вас сырой текст представлен в виде html он выкинет все вот эти теги останется только текст вторым важным элементом это у нас является токенизация что это значит? это значит допустим у нас есть слова типа хорош и хорошая то есть по сути дела мы ищем слово хорош то есть мы хотели бы отбросить окончание потому что в данном случае это не важно и вот токенизация по сути дела занимается именно этим то есть привести слова в какие-то токены которые эффективны для поиска естественно токены в зависимости от языка они будут различные вы сможете их задавать то есть сам тип и последним шагом и последним шагом третьим шагом является у нас токен фильтра который мы можем сделать дополнительную обработку например токенов это привести все в нижний формат то есть что в итоге произойдет вы задали такой маппинг и задали к этому маппингу какой-нибудь аналайзер когда вы пытаетесь индексировать новый документ то любой документ проходит через эту процедуру анализирования и индексируется особым образом так называемый inverted index что это значит вот допустим вот у нас есть какой-нибудь вот разные документы мы вставляем да и inverted index это фактически токены которые мы получим используя какой-нибудь аналайзер которые позволяют нам найти нужный документ то есть вот здесь как мы видим например best откуда ты из этого документа выбрался и так далее да тут еще кстати можно заметить что во время аналайзеров еще обычно отбрасывают какой-нибудь список в стопворд это как правило наиболее часто встречающиеся и не имеющие никакого смысла для поиска слова типа enter, not и так далее то есть выделяются какие-то ключевые важные особенности из текста а эти слова по сути дела являются мусором поэтому собственно обычно они присутствуют в так называемом стопворд листе так вот то есть когда у нас документ пройдет через индексацию он попадет по сути дела в этот inverted index то есть Elastic по факту скажем так использует вот эту структуру для быстрого поиска то есть у него конкретный токен ссылается на какой-то документ какие там оптимизации я вам честно не подскажу абсолютно не знаю потому что мне самому было бы интересно кто-нибудь мне рассказал когда структуры достигают поистине больших размеров как это все дело оптимизируется то есть когда токенов становится много они ссылаются на большое количество документов понятное дело что можно это дело проранжировать и если вы уже использовали search команду то есть для поиска вы могли увидеть там такой параметр как Total Score или как-то так он называется смысл его такой это насколько классно соответствует документ запросу так ладно поехали теперь дальше вот смотрите вы аналайзеры вы обычно пихаете какой-нибудь сеттинг то есть когда мы создаем индекс помимо маппингов мы также используем сеттинги я о них вскользь в принципе прошелся но тут мы еще кладем наши кастомные аналайзеры если вы аналайзеры явно не указываете к полю текст повторяюсь аналайзеры это для полнотекстового поиска то есть для поля текст то используется стандарт то есть аналайзер стандарт кому интересно он по-моему ловеркейс и токенизацию делает ну такое простое если я не ошибаюсь кому интересно тот пускай посмотрит отдельно и затем мы просто берем и то есть вот подцепляем нужный аналайзер если вы хотите проинспектировать каким образом аналайзер тот или иной работает то вообще есть команды есть команды так сейчас я в сторонке это сделаю ай напишу тут у меня немного подготовлено вот допустим вы написали какой-нибудь аналайзер и хотите посмотреть его работу вот например как работает стандартный аналайзер с текстом welcome to the jungle ok suda system ctl start elastic search service system ctl а что я неправильно написал окей так сейчас я опять попробую а точку точку надо было поставить так теперь ну вот собственно то есть каким образом произошел разбор вот давайте посмотрим welcome to the jungle у нас разбили следующие токены welcome to the jungle теперь давайте добавим uppercase добавим пунктуацию и посмотрим теперь как это работает видим то же самое то же самое можно даже еще сделать допустим допустим проценты добавить и как мы видим проценты исчезли токенизация у нас 10 собственно когда вы будете создавать свой аналайзер в принципе это хороший инструмент чтобы проинспектировать каким образом ваше поле будет фактически храниться можно так сказать какие токены появятся на которые власти будет ориентироваться чтобы найти ваш текст ну пожалуй это наверное все что я хотел сказать в принципе о панализаторах тут особо нечего говорить тут нужно ну читать документацию вообще какие есть то есть давайте посмотрим по идее здесь список есть стандартных так это фильтр токеназайзер ну к слову токеназеры можно также отдельно задавать если что так как фильтр вот ловеркейс например то есть вот фильтр можно отдельно задавать так вот например white space ловеркейс ладно пожалуй основную мысль я донес и то есть компоновать вам все равно придется конкретно под вашу задачу то есть например у вас русский язык вот тут вот а вот список кстати интересный который я собственно хотел токен фильтры например ngram то есть вот qxfox вот таким вот образом у вас расчленит на следующие токены размер грамма можно задать вот видите max div здесь он по дефолту судя по всему 2 но естественно нужно понимать что в зависимости от max ваш индекс ну очень сильно разрастается так что там еще стемп ну это вот собственно проблема с окончаниями по идее ладно все же повторюсь что по большому счету какой именно аналайзер вы хотите использовать для для себя это конкретно ваше решение под вашу конкретную задачу ну еще пожалуй все-таки повторюсь что к одному и тому же полю вы можете через свойства fields я говорил это в предыдущем видео подцепить несколько аналайзеров и вот на этом так пожалуй знаете я вот закончу да на этом я закончу все иных ставим подцепить я